Судебная система страны, в том числе нашей области, сегодня в полной мере реализует план нации 100 конкретных шагов. Вторую президентскую реформу – обеспечение верховенства закона. Так, сегодня в Жамбулском областном суде состоялась конференция по реализации судебно-правовой реформы применению на практике новаций в уголовном и гражданском судопроизводстве. В ходе обсуждения проблемных вопросов были намечены перспективы совершенствования судебной системы. Целью данного мероприятия является рассмотрение проблем, возникающих в ходе применения новшеств уголовного, уголовно-процессуального и гражданского процессуального законодательства. Было особо отмечено, что данные документы нацелены на гуманизацию законодательства по правонарушениям, не представляющим большой общественной опасности. Упрощение судопроизводства по уголовным делам, кроме того, практика применения с 2016 года нового гражданского процессуального кодекса свидетельствует о том, что с его принятием созданы максимально эффективные условия для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Несмотря на короткий срок практического применения ГПК, стало очевидным качественное влияние новелл процессуального закона, таких как упрощенное производство, медиация, отсутствие стадии оставления исков без движения и другие. Национальное судопроизводство пронизано, во-первых, в первую очередь, потребностью соответствия международным стандартам. Во-вторых, нацелено на сокращенное судопроизводство, оптимизация затрат не только связанных по проведению судебных процессов, но и сократить те затраты, которые несут все стороны. Это связано, кроме того, и с судебными издержками, не только материальной затратой, но и затратой и времени. В совокупности, вот анализ нашей практической деятельности показывает о том, что сокращение судопроизводства, такие виды, как упрощенное судопроизводство, они позволяют, во всяком случае, они не влияют на качество рассмотрения дел.